А если не будет душевного разговора, не будет никаких серебряных свадеб, потому что человек истощается, у него нет отдушины никакой, он не чувствует глубину в жизни и начинает мечтать, вера-то какая у него, он же не Бога верит, совести нет, он верит в мечту, он верит в свое светлое будущее. Если здесь светлого будущего нет, пожили вот лет 7-8, видно уже, что светлого будущего нет, значит нужно искать какое-то другое светлое будущее. Вот и все. Иногда женщина вперед находит светлое будущее себе, варит от мужика, что маловероятно. Скорее всего мужик найдет себе светлое будущее и уйдет от жены. Почему маловероятно? Потому что женщина, она испытывает счастье в отношениях с детьми, в отношениях с родственниками, они как-то более-менее адаптированно чувствуют себя в этой жизни. А вот мужчина не так. Он если с женой не установил вот эти любовные отношения, значит он истощается постепенно и теряет себя. Какое-то время их спасает чисто половая близость, вот это вот чувство наслаждения сексом, спасает какое-то время. А потом это все тоже надоедает. И человек вообще как бы не знает зачем жить. Он приходит к психологу. Некоторые психологи, они как бы, последнюю часть слова, она у них оборвалась как-то. Ну то есть псих осталась, аолог нет уже. И они как бы советуют людям заводить любовников. Вот прямо так, представляете, вот открыто. Говорит, ну ты устал с женой? Не бросай ее. Заведи себе любовницу, у тебя станет легче, у тебя будет как бы, с этой тяжело к той пошел, с той тяжело к этой пошел. Все. Если человек завел себе любовника, ну и живет, тихо говоря, с ним лекции слушает, работа над собой, вот. Все нормально живет, но есть любовник. То это значит, что он, этот человек, не может уже соприкоснуться с сердцем своей жены. Почему? Потому что близкие отношения могут быть только с одним человеком. Понимаете, невозможно с двумя. Вот ты, допустим, с другим начал, завел близкие отношения, значит, с этим у тебя уже не близкие. А если они не близкие, то жена чувствует что-то не то, потому что ей же нужно близкие. И она начинает как пантера себя вести. И он думает, я же правильно сделал, что я изменяю, потому что она, смотри, как со мной себя ведет. А почему она так с тобой себя ведет? Потому что ты изменяешь. Получается замкнутый круг. Но ты просто не знаешь начало и конца цепочки. И так далее. Человек изменяет, изменяет, пока в конце концов отношения не разрушатся. То есть, измена означает, что отношения будут рушиться. Ты потеряешь этого человека. Хитростью такой ты не сможешь добиться счастья. Счастье, это на самом деле не влюбленность и не наслаждение каким-то телом. Счастье, это чувство верности и чистоты в отношениях. Когда ты чувствуешь, что прожили честно друг перед другом в жизни, приходит время, и ты вот смотришь на своего человека, видишь в нем чистоту, видишь в нем самое лучшее. И вот это и есть настоящая любовь, ради которой люди живут друг с другом. То есть, понимаете, учиться не видеть мелкого. Для чего люди живут вместе, они учатся видеть божественное друг в другом. В женщине есть божественное, есть человеческое. Что такое человеческое в твоей жене? Это то, что тебя мучает. Это твоя судьба. А что в ней божественное? Это то, во что ты влюбился, когда первый раз ее увидел. Вот и все. Человек должен учиться видеть божественное в другом человеке, тогда любой будет жить в отношениях. А если ты поддался на провокацию, видишь в нем только свою судьбу и страдаешь от нее, это значит, что твои отношения скоро будут разрушены. Если человек начинает мелкое только видеть, мелочность себя ведет, его отношения скоро будут разрушены, надо учиться видеть божественное. Мужчине, женщина видит божественное, а мужчина в женщине. Женщина в мужчине.